Актуальность 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 Я чувствую себя так же, как и все чувствуют, переживают так же, как и все переживают. Я рад, что правительство Азербайджана делает все, чтобы уменьшить риск заболевания этим вирусом. Я думаю, что общими усилиями я призываю и все наше общество, всех людей, чтобы они прислушались к этим советам. Если мы хотим от этого быстрее избавиться и с наименьшими потерями, то надо выполнять все, что предлагает созданный штаб. И вот основная тема нашей передачи, разумеется, это апрельские бои. И я просто хотел бы, ну, прошло 4 года, и как у военного ваше мнение узнать в первую очередь, по поводу значимости тех достижений апрельских боев. Потому что вот мы часто говорим о высотах, таких как Ля-Ля-Тапяя, там есть в районе села Талыш были освобождены азербайджанской армией ряд высот. Потом над определенными стратегическими зонами на линии фронта в зоне Нагорно-Карабахского конфликта азербайджанская армия теперь имеет контроль, у ней улучшился обзор и так далее. С точки зрения, опять же, вот стратегической важности достижения апрельских боев, что вы думаете на этот счет, насколько все это сейчас важно, а главное, полезно с точки зрения сохранения жизни азербайджанских военнослужащих, гражданского населения, которые вот находятся вдоль линии фронта сегодня? Ну, я бы сказал, что мы очень часто говорим о высотах таких, мы говорим о территории. Я думаю, что значимость и значение этих апрельских событий, сам мир апрельских событий, то есть Азербайджан после 20-летней, как говорится, перерыва, когда мы выполняли условия прекращения огня и старались выполнять все международные нормы и так далее. В это время наш противник, он, извините меня за такое выражение, наглел и неоднократно нарушал условия прекращения огня, проводились многочисленные мониторинги, вроде о чем-то договаривались, но результат в апреле показал, что они настолько себя чувствовали без наказовки, думали, что азербайджанские вооруженные силы не пойдут на активные боевые действия. И не только с крупнокалибрных пулеметов, но еще и с минометов начали обстреливать населенные пункты на этом направлении. И я еще раз хочу сказать, что вот эта мера обеспечению безопасности этих населенных пунктов, обеспечению безопасности населения, которое там живет, азербайджанские вооруженные силы, части подразделений на этих направлениях были вынуждены отбросить противника с этих позиций, с этих высот, для того, чтобы обеспечить именно безопасность населенных пунктов. Во время этих скафтейских событий я бы сказал, что они значимы еще, потому что, во-первых, в международном плане мы показали, что Азербайджан не намерен вечно терпеть агрессию со стороны армии. То рано или поздно Азербайджан восстановит свою территориальную целость. С другой стороны, мы показали свой кулак. То Азербайджан есть кулак, есть силы, что Азербайджан превосходит и в техническом положении, и в тактическом плане, и может провести, как говорится, контрнаступательную операцию. Конечно, у нас не было планов проводить широкомасштабную контрнаступательную операцию, антитеррористическую операцию. У нас не было задачи, не стояло восстановить полностью территориальную целостность. Просто это ограниченные задачи, которые подразделения и части на этих направлениях успешно выполнили и за короткий срок. Мы знаем, что армяне все время хвалились, что 20 лет они сидят в обороне. Они создали линию, которая непреодолимаемая во всяком случае Азербайджанской армией. Это Оганьяновская линия обороны. Но за первые буквально час-полтора вооруженные силы Азербайджана преодолели эту линию. И в принципе в течение, можно сказать, первых суток, концу первых суток, они выполнили основную задачу, отбросили противника назад и в принципе удерживали их от таких, будем говорить, противник хотел заново овладеть этими лесотами. Но вы знаете, что ценою жберезницы, геройские постуки наших солдат, офицеров, тем самым выполнив задачу, обеспечили безопасность населенных, пунктов населения. Это на Талычском направлении, это в районе городиса, это Ля-Ля-Така. В результате чего освободилось полностью село Дьодюг-Мерджанлы, где сейчас очень, как говорится, с помощью и под руководством президента нашего Иргана Алиева создана прекрасная инфраструктура, где вернулись люди в свои очаги. Я скажу, что в апрельские события, оно прошло как бы экзамен во время апрельских боев наше общество. Наше общество сплотилось вокруг, как говорится, своего президента. Все сплотились вокруг президента для того, чтобы освободить оккупированные территории. Я скажу, что очень хорошо показала себя молодежь. Мы знаем, что молодежь с флагами в руках, можно сказать, шествовали каждый день, каждый час наших солдат, поддерживали их всячески. С другой стороны, я бы сказал еще раз бы, я бы подчеркнул, именно профессионализм наших военнослужащих на этом направлении. Умение управлять подразделениями. И в то же время в комплексе во всех взаимодействиях решать поставленные вопросы. Конечно, во время этих боевых действий использовались и новейшие системы вооружения, закупленные азербайджанской армией. Шаймам, я очень знаясь, я как раз хочу задать вопрос именно об этом. Дело в том, что апрельские бои 2016 года, по сути, стали первыми такими активными боевыми действиями вообще глобально в мире, где во время конфликта так активно использовались дроны. В данном случае их активно использовала азербайджанская сторона и во время апрельских боев, и после. Армянская сторона, вот скажем, с сожалением это отмечала, что никоим образом не смогла противопоставить вот этим дронам и слаженной работе азербайджанской армии с этими дронами. Ничего в данном случае. И мне хотелось бы узнать ваше мнение касательно того степени эффективности использования вот таких высокотехнологического вооружения в данном случае, имеется в виду вот БПЛА. И какую роль, степень, роль, которую вот эти дроны сыграли в результате, в итоговом результате апрельских боев? Ну, конечно, главную роль во время апрельских боев сыграл азербайджанский сторона. Что касается использования, естественно, новейшей техники и технологии во время этих боевых действий, имело место. Особенно это имело место беспилотных аппаратов летательных, ударных беспилотных аппаратов. И они очень эффективно показали себя. Кроме этого, я скажу, что там было использовано еще и вооружение стрелковое, которые были изготовлены военной промышленностью Азербайджана. Я скажу, что они тоже прошли испытания во время боевых действий. В комплексе эффективность вооружения Азербайджанской республики, подразделений, которые там, как говорится, вооружены, она показала во время апрельских боев. И особенно преимущество беспилотных летательных аппаратов, то есть и ударных, потому что в этом случае контакт непосредственно, как говорится, живой силы с противником сводится в минимум. И целеуказание, как говорится, и возможности по поражению противника в разы повышается. Жаль, вам еще один такой момент. Мы говорим об апрельских боях четырехлетней давности, но надо сказать, что с начала 2020 года армянская сторона систематично начала идти на провокации. Это осуществляется и на государственной границе, и, скажем так, вдоль линии фронта, непосредственно на оккупированных территориях Азербайджана. Дело в том, что где-то в прошлом году особый акцент, особенно посредники международные дела на то, что вот ситуация на линии фронта, на линии соприкосновения войск, она там стабильная, нет таких интенсивных перестрелок. Но с началом 2020 года ситуация существенно поменялась, есть даже в данном случае жертвы. И все это, как ни странно, происходит в тот период, когда мир борется с пандемией коронавируса. Такого рода ситуация сложилась и в Армении, там тоже растет количество зараженных, в Азербайджане тоже решаются эти вопросы. И вот в этих условиях армянская сторона идет на провокации, как на государственной границе, так и на линии фронта вдоль, вот, вдоль линии фронта на оккупированных территориях Азербайджана. Вам понятна логика данных постов? Вам, как человеку военному, ясно, зачем противник это делает? Ну, конечно, ясно, потому что, во-первых, они держат страхи свою общественность, как говорится, отводят их внимание от внутренних проблем, от социальных проблем, которые сейчас есть в Армении, от политических проблем, внутриполитических проблем. И, в принципе, как говорится, на фоне именно напряженности на линии соприкосновения, независимо от этого, как вы подчеркнули, это непосредственно находится на линии соприкосновения войск или на линии, по которой проходят по границе между двумя государствами. Вы знаете, что Азербайджан сделал шаг к тому, чтобы уменьшить напряжение, и Казахский район, часть Таутского района, Акстафинский район передано пограничной службе. Я скажу, что надо отдать должное нашим пограничникам. Они показали высокий профессионализм и, в принципе, провели большую работу для того, чтобы полностью могли выполнить те функции, которые на них возложены. Но противника, естественно, армянская сторона еще раз показала, что она не намерена. Ей не нужен мир, ей не нужно, как говорится, спокойствие, ей нужна напряженность. И даже на линии, где проходит непосредственно службу, то есть граница государственная, там напряженности сейчас иной раз больше, чем на других направлениях. И это тоже ясно. Потому что армянские, как говорится, военные эксперты тоже об этом писали, что Азербайджан, как говорится, используя подразделения пограничной службы, освобождают войсковые части на этих направлениях, которые завтра могут использоваться как резервный кулак на том или ином направлении. И, в принципе, у них на границе пограничников, как таково, как говорится, можно сказать, почти нет. То там несут службы гражданские лица, которые они привлекают. И было даже, я вам скажу, что в 1995 году, еще когда я был командиром корпуса, на Ковларском направлении небольшой участок простреливался со стороны армянской. Но проезжал оттуда свадебный кортеж, и они проявили выстрелы, население было, как говорится, взволновано. И они обратились, чтобы мы как-то обезопасили этот участок Ковларской дороги, Хаусского района. Провели необходимые мероприятия, и мы заняли эти посты, после чего к нам на переговоры вышли представители российских пограничников, которые вышли и спросили наши намерения. Когда мы им показали, что вот этот участок простреливается, и что здесь проезжают машины гражданские, и очень часто ведется стрельба, и мы вынуждены обеспечить безопасность, они поняли, ушли, и, как говорится, эти посты и сегодня находятся под нашим контролем. Поэтому я хочу сказать, что они за свои границы абсолютно не беспокоятся. С другой стороны, они хотят привлечь, вот как члены ОДКБ, государства, которые входят в ОДКБ, хотят привлечь к этой проблеме, то вот на границе Армении и Азербайджана напряженность, и что они должны в какой-то степени отреагировать. Поэтому в любом случае все планы и все, как говорится, намерения армянской стороны нам известны, но, к сожалению, все они ведут не к спокойствию на линии соприкосновения, а наоборот нагнетают напряженность. Шаймалем, вот исходя из той ситуации, вы подробно описали, вот как было в прошлом, вы дали вот как бы свою позицию, свое понимание того, почему это происходит сегодня. На ваш взгляд, апрельские бои могут повториться? Вот мы говорим о событиях четырехлетней давности, но сейчас они могут повториться по своей сути и содержанию? И нет ли у вас ощущения, что там, в Ереване, немножко забыли все-таки уроки апрельских боев 2016 года? Ну, во-первых, я хочу провести цитату, которую говорил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Азербайджанской Республики, президент Азербайджан Иван Альев. Если Азербайджан и Армению оставят один на один, то Вооруженные Силы Азербайджана способны за короткий срок разгромить оккупированные группировки противника и восстановить территориальную целостность. Что касается апрельских событий, я думаю, что оно может не повториться, а могут начаться широкомасштабные контртеррористические операции, которые разгромят оккупированные оккупационные группировки и восстановить территориальную целостность. Я не думаю, что в следующий раз Азербайджан будет перед Вооруженными Силами Азербайджана и подразделениями поставлена ограниченная задача. Я думаю, что это будет конец оккупации азербайджанских земель с армянской стороны. Я думаю, что это время не заказано. Шаймайм, еще один такой момент. Когда апрельские бои произошли, это в Армении была совсем другая власть, потом власть поменялась, и они сегодня говорят, что, дескать, все проблемы армянской армии были от той власти и так далее. Конечно, немножко сомнительный тезис, сейчас долго мы в него вдаваться не будем. Во-первых, хотелось бы узнать ваше мнение, насколько армянская армия за эти годы поменялась и могла ли она вообще поменяться, и насколько верно в данном случае связывать это только лишь с одним-двумя политиками в стране, общее состояние армии в целой стране в данном случае. Насколько это верный подход в данном случае? Я думаю, что армия это инструмент, где добиваются политических целей. С другой стороны, я скажу, что Армения и правительство Армении никогда не было свободным в своем выборах. Всегда в ее политику вмешивались третьи стороны, и были силы, которые, как говорится, вносили свои коррективы. Будь это диаспора армянская, которая находится не в Армении, будь это какие-то другие страны. Поэтому я думаю, что само армянское общество понимает, что с таким соседом, как Азербайджан, который имеет такие возможности, где прошли мегапроекты мимо Армении, как говорится, и Армения от этой оккупации только потеряла, но не приобрела. Сам Нагорный Карабах на сегодняшний день они не в состоянии ее поднять. Ее никто не признает во всем мире. Все, если в комплексе посмотреть, то я не думаю, что там нет умных людей, которые об этом могут задуматься. А что касается правительства, приходят, уходят, но от этого позиция непосредственно по вопросу оккупации азербайджанских земель не меняется. Политика Армении, политика в Армении, отношение к этому не меняется. Они так, то вроде договариваются о чем-то, потом ставят какие-то точки, как говорится, потом говорят какие-то популистические выражения, которые ведут к нагнетанию обстановки, но не как к решению вопроса мирным путем, о котором неоднократно говорил президент Азербайджана, что Азербайджан будет и впредь добиваться решения вопроса мирным путем. Но я думаю, что на это уже, как говорится, наши ожидания, можно сказать, затягиваются. И я думаю, что уже никто не ждет, что мирным путем это все закончится. Шаймам, у нас практически эфирное время завершилось. Я вкратце полминуты на два коротких вопроса. Во-первых, по поводу армянской армии в Ереване констатируют, что если возвращаться опять к истории с пандемией, то коронавирус в данном случае инфицированный и рядовой состав армянской армии. Как это может повлиять на боеготовность армянской армии? Это один момент, буквально полминуты у вас на ответ. И последнее. Опять же, я хотел бы вернуться к ситуации с карантином в Азербайджане. Дело в том, что вы человек военный, и вообще военные и военное дело всегда у нас в первую очередь ассоциируется с дисциплиной. И во время карантина есть огромное желание, что граждане были дисциплинированы, соблюдали правила, не выходили без особой надобности на улицу и так далее. Что вы могли бы, как человек военный, в данном случае просто посоветовать обывателям, простым гражданам? Ну, во-первых, я скажу, что есть такие факты, что в армянской армии, как говорится, есть зараженные этим вирусом. Я думаю, учитывая состояние Армении, их возможности и так далее, я думаю, что там это все может расти. Естественно, если это будет расти, то она в какой-то степени повлияет на боевую способность этой армии. С другой стороны, я бы сказал, что армянская сторона, даже вот на горном Карабахе, те выборы, которые прошли, показали, что для них главное – это не борьба с тем, с чем борется сейчас весь мир. Для них главное – это не здоровье граждан и населения, и солдат. Для них главное – те политические цели, которые они ставят перед собой внутри политическом плане. Что касается населения, я еще раз возвращаюсь, что население должно не выходить из дома, находиться, как можно меньше общаться, а если выходит, то соблюдать все меры предосторожности, защитные маски, перчатки и так далее и тому подобное. Я думаю, что этот вирус, он по сроку, обычно говорят, где-то 10 дней, 2 недели и так далее. Я думаю, если мы выдержим эти 2 недели, то мы справимся с этой проблемой и выйдем победителями, как говорится, от этой пандемии. Ну что ж, Шаймай, большое спасибо вам за позитивные вот эти слова. Будем надеяться, что как можно быстрее вот эту пандемию нам удастся победить и жизнь полностью наладится. Спасибо, удачи, до свидания. Здравия всем. Я напоминаю, в рамках передачи «Актуально сегодня» мы говорили об апрельских боях 2016 года в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Тему обсуждали с гостем нашей передачи, полковником в отставке Шайром Ромалданом. До свидания, будьте здоровы и оставайтесь дома. Субтитры подогнал «Симон»